Сокращение пригородных поездов привело к давкам на перронах и дошло до того, что на станции Сартакова пожилого пенсионера едва не задавили насмерть. С прошлой недели Горьковская железная дорога перешла на зимние расписания и практически вдвое сократила число электричек и число вагонов в оставшихся. А садоволов пока меньше не стало. И вот возвращаясь с дачи, пенсионер сумел протестнуться в электричку, но там у него случился сердечный приступ. Просит, подвинулся все. Они не могут прийти все. Вот в начале платформы лежал. Ну выходной день и давка. Может сердцем плохо стало. Очень много народу было. Там внутри было как кильки в банке. У меня вот жена вчера не села на электричку и пошла, не убралась, просто не могла за это залезть. Посадка безобразная была. Электричка безобразная. Он вошел в тамбур и видимо упал. Молодые люди какие-то его вынесли, положили на платформу, принесли одеяло ему, под голову что-то положили. В давке может быть плохо у человека. Если у человека больное сердце, в давке может быть просто душно, просто нервы в такой ситуации. Люди задавили толпа на электричестве. Это разве хорошее положение? Если было бы хотя бы четыре вагона, допустим, уже такого-то не было, наверное. Представьте, два вагона и все едут в воскресенье, все едут из сада. Много здесь садоводов. В нашем садоводстве только тысячи. В том садоводстве где-то две тысячи. Тут садоводства еще. В общем, много. И бабушки с тележками, там это очень много. Ну отменили уже все, вот часовые отменили, там сейчас только утренние ходят. Везде с электричками стало плохо. Убирают, сокращают. Одна электричка по выходным только. Ну, наверное, экономят, боятся, что пустые будут ездить. Получается наоборот, что электричка битком. В Горьковской железной дороге нам сообщили, что пригородные поезда носят ярко выраженный сезонный характер. И потому в октябре расписание меняют на зимнее и их число сокращают. Уменьшилось число проезжающих. Поэтому сократили электрички. Одну электричку сократили туда и одну обратно. Но пассажирам плохо становится их. Я понимаю. И? Хорошо понимаете. Что? Понимаете? Да. А вот. Вы не надо меня снимать. Что говорите? А вы что делаете с микрофоном? Вам лучше обратиться все-таки в пассажирскую, в перегородную компанию. Выключайте камеру и выходим отсюда. Кстати, что касается раздавленного в дверях электрички пенсионера, то он сейчас сердечным приступом находится в больнице. И врачи борются за его жизнь.